Итак, все двигатели чистые, провода отсоединены и готовы к тому, чтобы их припаяли к новым. Мы выбрали миллиметровый провод, этого диаметра для наших целей должно хватить. Нужную длину провода определяем, просто продевая провод через отверстие. Провод пойдет к контроллеру двигателя. Вот так. Контроллер двигателя будет находиться здесь. Мы установим его вот таким вот образом. По этой стороне длинный провод совсем не нужен, а по этой нужно подлиннее. Сейчас посмотрим. Одну секунду. Давайте погляжу, что у меня здесь есть. Итак, вот такая длина нам нужна для одной из сторон. Это несколько длиннее проводов, которые у нас были до этого. Но эти провода тоньше, их будет проще провести. Вот так. Они из красной меди, так что могут очень хорошо проводить ток. Они отлично подходят для наших с вами целей. Теперь я загну этот провод вот так. Одну секунду. Это нужно, чтобы сцепить его с контактом двигателя. Посмотрите, как я его загнул. Замечательно. Один момент. Теперь я использую припой 60 на 40. Такой гораздо лучше держится. Готово. Просто хочу удостовериться, что припой полностью покрывает медь. Для этого нужно просто нагреть медь, и припой по ней отечет. Вот так. Немного съехало, но ничего страшного. Как видите, есть полное соединение с двигателем нашего фена, с его моторчиком. Надо обернуть хомут вплотную к двигателю, продеть вот здесь и вытащить через отверстие с обратной стороны. Эти хомуты гораздо длиннее, чем надо. Мне больше нравятся длинные, тогда один можно расходовать на несколько вещей. Можете пользоваться короткими, они дешевле. Отлично. Помните, что хвосты потом надо будет обрезать от самого низа. Отлично. Давайте проверим, надежно ли все зафиксировано. Здесь все никак не встанет на место, так что хомут надо немного… немного поддеть. Ну, попытаюсь это сделать отверткой. Иногда бывает непросто. Посмотрим, получится ли. Возможно, придется немного ослабить. Прекрасно. Главное, что надо сделать, это проверить, плотно ли хомут сидит вокруг двигателя. Я думаю, что так сойдет. Да, хорошо. Попробуем так. Эти два куска, скорее всего, придется обработать. Довольно жесткий материал, его непросто отломать. Но мы попытаемся. Вот так. Готово. Это будет наша прокладка. Надеюсь, она подойдет. Знаете, кажется, великовата. Проверю еще раз. Далее надо проверить, свободно ли поворачивается колесо. Да, все замечательно. Работает. Выглядит достойно. И будто бы может выдерживать небольшую нагрузку. Так что сейчас мы отрежем вот здесь. Теперь, когда все на месте, нужно еще чуть-чуть подогнуть. Вот так. Теперь другая сторона. Вот что нам нужно. Супер. Теперь двигатели на месте.